Да, тяжеловато возвращаться на YouTube, когда ты почти целый месяц ничего не снимал. Я, честно говоря, забыл, как приветствие делать. Ну ладно, давайте начнем. Всем привет, дорогие друзья, с вами Глеб Задоя. И сегодня будет крайне интересное и полезное видео на тему алгоритмической торговли. Но полезно оно, по идее, будет не только тем трейдерам, которые торгуют роботами, но и, в общем-то, часть этого видео будет полезна тем, кто торгует своими руками, там попадает в просадки и так далее. Сегодня мы поговорим о том, что делать, если робот ушел в просадку. Я, в первую очередь, буду говорить именно про робота, потому что в последнее время ко мне несколько вопросов прилетело именно таких, что а что делать, если вдруг робот идет в просадку. Мы же рассчитывали на то, что он будет там сам все делать, сам будет торговать, сам будет зарабатывать, сам будет резать все просадки, сам будет выходить из всех там каких-то неприятных ситуаций и так далее. Я вам по секрету скажу так честно, да, что я пока еще, я уже больше года занимаюсь, в том числе, инвестициями в алгоритмическую торговлю, я инвестирую в роботов, соответственно, там мы покупаем роботов, устанавливаем роботов, они торгуют и так далее. Вы можете все посмотреть на моем канале, я рассказывал о том, каких мы роботов подключаем, какая статистика и так далее. Сейчас я повторяется на эту тему не буду. И я за вот это все время, сколько мы работаем с роботами, пока еще не видел ни одного робота, который бы вот действительно вообще совсем не требовал к себе никакого внимания абсолютно в каждого робота, там раз в 2-3 месяца, раз в полгода приходится залазить руками, что-то делать, что-то подкручивать, что-то менять там, что-то может быть резать и так далее и тому подобное. И я попробовал систематизировать вот те действия, которые лично я сам делаю, для того, чтобы вырулить просадку при торговле роботами. Ну и, собственно, вы должны четко понимать всегда, что никаких автоматических и гарантированных систем генерации прибыли не бывает. Это отсылка к финансовой пирамиде Феника, которые гарантировали всем доход на алгоритмических каких-то там стратегиях и так далее. Ничего такого не бывает. Любой робот это просто алгоритм, который делает что-то за вас, совершает сделки за вас, но в любом случае вам нужно ему помогать, где-то влезать ручками и так далее. Итак, представим себе ситуацию. Робот попал в просадку. И что делать в этом случае? Первое, что я вообще делаю, это я смотрю на картинку на тех инструментах, на которых робот попал в просадку. Соответственно, если он торгует по одному какому-то инструменту, по одной валютной паре, я смотрю картинку на одной валютной паре. Если он торгует по 10 валютным парам, и он одновременно там по 2-3, там 5, неважно, ушел в просадку, я смотрю, соответственно, картинку по этим инструментам. Возможно, что по этим инструментам намечается вот-вот коррекция или разворот. Здесь мне, конечно, помогает мой трейдерский опыт, мне помогает опыт работы с графиками, опыт самостоятельной ручной торговли. Я просто вижу те моменты, что ну вот-вот где-то рынок реально может развернуться или скорректироваться. И вполне возможно, в таких ситуациях вообще ничего делать не надо, потому что надо просто дать немножко времени роботу. И вот эта коррекция, обратное движение цены, оно, собственно, сделает все за нас, и просадка уйдет сама собой. Но здесь очень важный момент надо проговорить, что часто трейдеры как в ручной торговле, так и при торговле роботами сталкиваются с такой ситуацией, что они такие, ну да, картинка вот-вот, сейчас там рынок развернется, а потом раз, не разворачивается, и на следующий день они такие, ну нет, ну вот сегодня уже точно должна развернуться, и сегодня они тоже не разворачиваются, продолжают там, допустим, расти, и они на следующий день то же самое говорят, ну нет, нет, ну вот сейчас я уже, ну прям точно сейчас развернуться, ну и, соответственно, они не разворачиваются, на четвертый день там все сливается под ноль, или уходит все в такую просадку выравнивать, которой уже смысла нет вообще равным счетом никакого. Здесь очень четкий момент нужно проговорить, что когда мы с вами говорим о том, что мы предполагаем, что вот-вот случится на рынке коррекция или разворот, Если у вас есть достаточный опыт в торговле и понимании механики рынка, понимания технического анализа и так далее, что вы можете такие выводы делать, то вы должны четко для себя определить, что вот например какая-то граница, они к ней подошли и от нее сейчас уже допустим началась коррекция и на ваш взгляд эта коррекция сейчас продолжится. Но если они этот уровень в ближайшее время например пробьют, проколят, пробьют, неважно там случится что-то с этим уровнем, что они уйдут выше этого уровня, то соответственно позицию надо жестко рубить и надо переходить к плану B. То есть у вас обязательно должен быть план B и должна быть некая точка, за которой вы свое вот это ожидание вы его выключаете, говорите так нет ожидание не сработало, коррекции нет, разворота нет, надо делать что-то другое, потому что ожидание не помогло. Это первое что нужно сделать, потому что очень часто бывают такие ситуации, что там кто-то видит просадку на счете, начинает паниковать, а на самом деле паниковать особо не надо, потому что ну действительно да, был очень сильный рост или очень сильное падение, но как правило после очень сильного роста или очень сильного падения происходят и такие же довольно серьезные откаты и эти откаты там решают вопрос с просадкой сами собой. Второй этап, что нужно сделать, это обязательно разобраться с тем, по какому алгоритму торгует робот, что он делает, при каких условиях он открывает позиции, если это сеточник, с каким шагом он открывает позиции, как он увеличивает лоты допустим и так далее. То есть вы должны четко понимать, что допустим, ну я очень условный сейчас пример приведу, если в алгоритм робота зашита стратегия там к примеру там сеточника или Мартингейла, когда через каждый там допустим тысячу пунктов робот удваивает объем там позиции против тренда, вы должны четко понимать, что сейчас у меня есть просадка. Если там вот сейчас только что допустим открылась какая-то последняя сделка, если цена уйдет там вверх допустим еще на тысячу пунктов, то сделка откроется еще одна против тренда, она еще откроется там удвоенным объемом. Вы должны понять вот эту вот логику, каким образом действует робот и здесь очень важно понять следующую вещь, что робот это алгоритм, он просто действует по тем параметрам, которые в него зашиты. Он не знает, что такое новости, ему по барабану, как правило на то, что такое волатильность, ему не сильно его интересует, сильно выросла цена или слабо она выросла, сильно она упала или слабо упала, может она вырасти или не может вырасти. Он просто работает по алгоритму, который заложен в его настройках, в те, которые в нем прописаны. И соответственно, как правило, ну то есть не как правило, а хотя да, как правило, еще и у многих роботов есть, в силу того, что мы же гонимся часто за высокой прибылью, и за высокой прибылью есть обратная страна, это высокие риски. И поэтому многие роботы, по крайней мере те роботы, которых я видел, у них есть, ну скажем так, некоторые недоработки с точки зрения риск менеджмента и мани менеджмента. И при каких-то больших движениях, особенно сеточники, они начинают набирать ну слишком большие объемы относительно депозита. И именно это уводит депозиты в просадку. Если эти объемы резать изначально, ставить их гораздо меньше, то и роботы зарабатывать будут гораздо меньше, это будет неинтересно. Поэтому изначально ставятся настройки такие, чтобы робот торговал, ну условно говоря, там большими объемами. Когда вы видите, что он уже много лотов набрал, надо его просто подрезать. Ну собственно, менять настройки в его, менять вот эти все настройки внутри именно робота, чтобы он не набирал еще большими объемами. И для этого нужно понимать логику, как он открывает позиции. Это второй этап, который, соответственно, нужно сделать. Когда мы этот этап проделали, когда мы посмотрели на картинку, мы оценили объемы, посмотрели открытых позиций, мы посмотрели алгоритм, по которому работает робот. Возможно, мы попали в ситуацию, когда уже надо срочно что-то резать. И вот здесь я очень рекомендую всегда, когда вы попадаете в какие-то большие просадки, не важно, там роботами вы торгуете или руками, надо быть жестоким, надо быть суровым относительно себя, своих денег и так далее. И если очевидно, что надо резать, потому что уже слишком большая просадка или слишком большие объемы, которые вот-вот могут привести к сливу депозита, надо резать. В этом вопросе надо быть безжалостным, жестоким и принимать решения достаточно быстро. И опять же, исходя из того, что очень часто у роботов бывает вот эта история с тем, что у них не до конца настроен хорошо риск менеджмент именно на период больших просадок, на период, когда там большие движения на рынке. Ему надо просто помогать, просто подрезать лишние позиции, то есть не надо создать такие условия, при которых роботу будет тяжело слить. А в первую очередь ему тяжело будет слить, если у него будут маленькие объемы. Если у робота будут накоплены большие объемы в торговле, ему слить будет легко. То есть наша задача как инвесторов, как трейдеров, которые наблюдают за роботом, соответственно подрезать объемы так, чтобы роботу тяжело было сливать свои деньги. Наши, точнее, деньги. Ну и, соответственно, после всех вот этих манипуляций, третий этап, точнее четвертый уже этап, получается, что нужно делать с роботом, это поменять его настройки. Сделать настройки опять же такими, то есть подрезать объемы, которыми он будет открывать позиции, увеличить шаг открываемых позиций и так далее. Но это уже у каждого робота эти настройки свои. И опять же наша задача, зная алгоритм и видя текущую картинку, создать для робота еще раз такие условия, чтобы ему тяжело было дальше терять свои деньги. По поводу просадок. У меня было отдельное видео на эту тему. И нужно понимать следующую вещь, что когда робот ушел в просадку на 20%, а многие трейдеры считают, что просадка 20% это вообще абсолютная норма. Я вам скажу так, что если робот ушел в просадку на 20%, это уже повод очень сильно задуматься и какие-то, возможно, позиции подрезать и начать вмешиваться в торговлю роботом. 20-25%. Если робот у вас ушел в просадку на 50%, это, на мой личный взгляд, уже равносильно сливу депозита. То есть это момент, когда уже там ждать вообще нечего, надо резать, надо жестко вмешиваться и так далее. И самая плохая позиция, которую может любой трейдер занять, неважно, опять же, как он там торгует, роботами или руками, это ничего не делать, это просто сложить лапки и ждать, а может быть оно само рассосется. Поверьте мне и моему опыту, в 99% случаев, наверное, все-таки ориентируясь на мой опыт, во всех 100% случаев, ничего само не рассосется. И самое плохое, что трейдер может делать, это просто смотреть, как сливаются его деньги. Итак, давайте еще раз коротко проговорим этапы, что нужно делать. Первое, отсматриваем картинку на рынке, возможно, вот-вот будет разворот. Второе, смотрим, как робот торгует его алгоритм, чтобы понимать логику его действий и понимать, что нужно сделать такого, чтобы поменять его настройки так, чтобы он не слил депозит. Третье, если срочно надо что-то резать, срочно надо резать. И четвертое, менять настройки в роботе. А дальше смотреть на динамику, если вот эти все манипуляции, которые мы производим со временем, постепенно, изо дня в день приводят к тому, что уменьшается просадка, увеличивается размер свободных средств, размер эквити и так далее, значит мы все делаем правильно. Если мы, соответственно, если эти цифры, они не улучшаются, а ухудшаются, надо повторять все эти действия. Но если вы из раза в раз повторяете эти действия и все равно ничего не меняется, это значит, что надо уже обращаться к более опытным специалистам, к трейдерам, которые понимают, как исправить эту ситуацию. Возможно обратиться к разработчику вашего робота, к продавцу вашего робота, написать ему, что вот такая ситуация, нужна помощь, самостоятельно вылезти не получается. Надеюсь, видео будет полезно и интересно. Если это так, поставьте лайк, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать новые видеоролики. С вами был Глеб Задоя, всем успехов в инвестициях и в торговле, не попадайте в просадки и пока-пока.